Всем привет! Наконец-то видео небольшое у нас о парфюмерии и декоративной косметике, что я недавно получила, скажем так, прикупила, чем пользуюсь, что мне нравится, не нравится, сейчас вам расскажу. Давайте с декоративки начнем ее немножко, потом закончим парфюмерию. Немножко про брови. Я нашла классные средства. Это фирма, я общаюсь с ней, это я просто купила, познакомиться, интересно, мне понравился оттенок, оказалась неплохая косметика. Это марка Love Generation, серия Frida Brow Pencil, номер один у меня, это карандаш для бровей, очень ультра-тоненький, ну ладно, не буду врать, не ультра-тоненький, нормально-тоненький. Смотрите, какой красивый, не рыжий, толповый оттенок для бровей, если вот здесь, конечно, видно, но он такой, знаете, не слишком, с одной стороны, это плохо, он не слишком яркий, но с другой стороны, ты не переборщишь, не нарисуешь брежневские брови. С другой стороны у нас здесь красивый, классный, классная щеточка для расчесывания, мне очень нравится, я реально пользуюсь. Такая плотная, хорошая, не гнется, упругая, в самый раз. И из этой же фирмы, это Love Generation, вот такой маркер, как бы, Brow Liner, тоже 0,1 оттенок, это кисточка такая с фетровой, с тремя, с четырьмя кончиками рисовать бровки. Цвет один в один точно такой же, в чем разница? Я вот, может быть, ну, я бы хватало то, что есть, мне было интересно попробовать, но по жизни я бы эту покупку не повторила этот маркер, потому что он более прозрачный, очень легкий, он прям на супер-супер белые светлые брови. И его очень трудно, практически невозможно наслаивать, поэтому он подойдет так, чисто для контура какого-то, когда хорошие, скажем так, волосатые, красивые, но светлые бровки у вас, подчеркнуть их, приукрасить. Но им трудно прорисовать нижнюю границу, какую-то четкость, он такой весь мягенький, легенький, то есть, если у вас есть в порядке с границами контурами бровей, то вам эта штука подойдет. Но ими классно пользоваться в тандеме, можно карандашом сделать контур, а потом что-то заполнить, где-то прорисовать вот этим маркером. Так что рекомендую вместе в дуэте, либо просто отдельно один карандаш хороший, бюджетный, классный, мне понравился. Заканчиваю историю с бровями. Приобрела и практически закончила очередной гель от бровей, вот новый такой же, у меня в запасах еще один есть. Короче, скажу так, подсела я все-таки на этот гель для бровей, именно вот в этой старой формуле, новый с фиолетовым таким розовым колпачком я не пробовала и не планирую. Я читала отзывы, я поняла, что мне оно не надо, это просто лишний клей внутри, сильная фиксация, и этот мне неплохо фиксирует, мне хватает. Мои любимчики это вакса-шайбочка от Анастасии Берли-Хиллз и вот это. Это практически два одинаковых средства. Анастасия, потому что можно больше набрать из шайбочки кисточкой, она более густо, фундаментально приклеит ваши бровки, которые очень послушные, да, например, и жесткие. Вот это лайтовый попроще вариант, но с удобной кисточкой, брать с собой. Поэтому, Настяка, я дома пользуюсь, а это я беру с собой в путешествие куда-то. Очень классно, круто, мне нравится. Буду дальше продолжать приобретать, пока что нареканий нет. Вот шайбочка, пусть я тоже покупала, не понравилась. Отвратительно. Она только для профессионального использования, когда у вас поток клиентов, причем когда у вас клиентов много, что быстро засыхает, гелиализируется это средство внутри, гелем соплями тянется, плохо потом набирается. Короче, для частного пользования домашнего вот этого достаточно. В банке, в шайбе, типа, выгоднее миллилитров больше, но вы их не успеете использовать, а оно все нафиг засохнет. И, в принципе, это не очень удобно. Маленькая шайбочка тут набирать. Вот у Анастасии Верлихилл шайбочка размером больше, она более плоская и широкая. Там удобно кисточкой подсыплять. У Пульси она глубокая и узкая. И туда кисточку макать надо. Соответственно, вы понимаете, дофига средства не нужно вытягивать. Ой, короче, я это выкинула в итоге, эту шайбочку от Пульси, и вот этим пользуюсь. Мне нравится. Открыла для себя новый цвет для губ от карандаша. В общем, это у меня люкс визаж, 52-й оттенок. Холодный, розовый, два одинаковых карандаша. Я ими вместе сразу и пользуюсь. Одним, вторым подточу. Здесь он на руке, он очень такой ярко-розовым выглядит, но по факту, сегодня у меня не на губах, а другой. Я его просто в повседневку и в хосте, в гриву и везде. Еще его на какой-то скидке купила сейчас. Вот честно, нет никакой разницы, вот если я с закрытыми глазами возьму этот карандаш, какой-нибудь карандаш для губ от Шанель или Ив Сан-Лоран и так далее. Знаете, что разница будет? Карандаш люксовый чуть-чуть более гелевый какой-то формулы будет, более мягко и пигментированно разносится по губам. Но эффект, который, то есть от процесса нанесения я вижу разницу, но эффект на губах, цвет там, как он носится, абсолютно одинаково. Нет никакой разницы. Зачем платить тогда больше, да? Так что, короче, карандаш для губ, я считаю, это такая тема. Они очень быстро заканчиваются. Вот эти, вот их минус, они мягенькие. Они очень быстро заканчиваются. Вот ими одной заточки хватает, наверное, на три применения. Мне кажется, и вареники не маленькие, уж будем честны, но все равно они очень быстро стираются. И поэтому я два сразу купила, чтобы подольше в них хватило. Ну, в общем, классные. Кто холодного цвета типа блондинки, склонные к русому цвета, типа, да, русо-холодные, то вам вот эти посмотрите, может быть, подойдут. 52-й люкс-визаж. Также продолжаем парад бюджетных находок. Ну, я не скажу, что это прям замена люксу, но неплохие вещи. Вот от Стеллари три помады у меня. Изначально, которая мне очень нравится и рекомендую, это оттенок 06 Капучино. Это матовая коричневая вот такая помада. Вообще не моя история, но она классна тем, что ее можно комбинировать с чем... Видите, при нанесении она более немножко в розовину отдает, чуть-чуть побольше. Ее хорошо комбинировать, вот видите, с карандашом. Если у вас ярко-розовый, ну, или ярче карандаш розовый, то есть вот эта помада, она очень хорошо этим капучино-оттенком комбинирует, снимает вот эту розовинку, более нютовое делает. Хочу сказать, это дешевые, недорогие помады бюджетные, но вы посмотрите, как ее здесь мало. Я практически не пользовалась, очень мало пользовалась. Она мягкая, очень много расходуется, поэтому я не против как-букей, но ее здесь реально пообъективно в разы меньше, чем в других помадах. Сейчас скажу для сравнения. У меня еще новинка есть, к ней попозже перейдем. Вот и в санваран. Посмотрим, сколько здесь у нас средств. Сейчас сравним. Тут уже хорошо попользовано, прям конкретно. Так. И это при хорошо попользованной... Ну да, видно. Да, все равно меньше, однозначно меньше, и это уже хорошо помазано. Я ей месяц регулярно пользуюсь, баллами для губ. Еще плюс, помните, видели в интернете? Я хочу в этот раз в этой помаде попробовать снять вот эту штучку и вытащить, если там средства дополнительно видели. Это в тиктоках, инстаграмах, в рилсах, короче, да, что внутри есть скрытое качество еще продукта. А, ну то я сразу же расскажу. Это Ив Сен-Лоран, мой самый любимый балл для губ помадки, который я люблю. Но первый, 1B оттенок. Название. А, есть. Love Shine Candy Glow. Ну это бальм, масло для губ. Это не помада. Обожаю этот аромат. Это вообще просто ностальгия. Вот 10 лет уже не пользуюсь, еще буду пользоваться. Спасибо, что их заново производят. У них там момент пандемии, пандемия, какой-то стоп был. У них вообще ничего не было. Только у нас все старое на стендах, что было по всему миру. Ну, в Дитфри ничего не было. Во многих странах, я спрашиваю, где не было. Их последние полгода опять возобновили этот Shine линейку. Опять начали производить. Ну, короче, раскупили светлые оценки, которые у меня пользуются. Какие-то красные, коричневые еще были в продаже. Можно было найти. А вот светлые, какие мне нужны, их просто не производили какое-то время. И когда я спрашивала, типа, когда будут, мы не знаем, нам не привозят. Или, например, у нас нет. Или остановили производство, мы продаем остатки. Вот сейчас новый запуск какой-то, и начали дальше продавать. Я очень рада этому. Я еще планирую что-нибудь прикупить. Вот 06 капучино показала. Хорошая. И две таких уже сомнительных. Потом еще у меня есть тренд, сеттер. Это 0.9 оттенок. Тоже из этой же линейки. Она вот такая темная. Можно сказать, даже фиолетовым оттенком. Да, она фиолетовая, видите? Не навсегда. Здесь я с коричневым каким-то карандашом. С какой-то коричневой базой. Чтобы заглушить немножко эту холодновинку. Не под весь макияж, короче, не на повседневку. Но хорошая. Я купила из-за оттенка. Я такие люблю. Их не всегда легко найти. Мне не нравится здесь вот этот аромат. Знаете, что? Это химозный аромат в азиатской еде, в азиатских сладостях, в желешках всяких азиатских. Это аромат винограда черного. Он, кстати, в Турции тоже растет. Я как бы покупала, ела. Он не очень распространен. Вот этот химозный виноградный запах. В томатах мне это не нравится. Лучше вообще бы ничем не пахло. И из другой линейки оттенок Your Baby. Оттенок 0,6. Я тоже из-за оттенка купила. Ну, похожий, да? Ну, холодный мне подходит. На самом деле это бальный для губ. Это очень прозрачное покрытие. Видите, его практически не видно. Поэтому она подходит на повседневку. Но она как-то, знаете, вот чисто вот сатин, какое-то переливание, как бальзам для губ больше. И здесь этот же аромат виноградный невкусный. У меня лично затык, скажем честно, да, на этом виноградном аромате. Мне лично не нравится. Поэтому я и не пользуюсь. Может, ну, надам кому-нибудь и подарю, наверное. Почему валяться будет? То есть оттенка вообще практически не дает. Я как бы обломалась. Думала, вот такое что-то похожее будет. Ну, и заканчиваем вопросы с декоративкой. Купила пудру от Hourglass рассыпчатую. Whale сатиновую обожаю, самая лучшая на свете. Я еще ее не открывала, потому что мне еще старая заканчивается. Как закончится, с удовольствием. Это моя самая любимая пудра. Вот если спросите, какую посоветуешь, только вот эту советую. Из рассыпчатых. Хотя прессованных я вообще никаких хороших, честно говоря, скажу, не знаю сейчас. У меня нет фаворитов. На втором месте это Fenty. Она супер-мега такая прилипает к лицу. Фиксирующая. Я ее всегда Fenty использую для видео, для съемок. Какая бы жара, вообще погода не была. А вот эта для повседневной носки. На лице просто незаметно. Она потрясающая, вуальная. У меня это лучшее, что есть. Повторила BB-крем свой цвет Claire от Herborean. Ну, стандартный. Я уже много лет им пользуюсь. Благодаря моим любимым подписчикам. Спасибо вам большое. Кто-то мне из девочки давно-давно, года три назад, еще посоветовал. Я купила вот этому уже точно третий тюбик. А как бы даже не четвертый, скорее всего. Вот так. Да, наверное, даже четвертый. Продолжаю пользоваться. Один минус для Турции. SPF 20 маловато, сейчас скажу. Но по качеству, как вот в турецком климате, это ведет себя. Мне нравится. Более сухой климат, когда я уезжаю, не так хорошо на моей жирноватой коже. Склонной к жирности комбинированной. Он работает сухости какие-то, в поры залетает. Есть такая история. То есть это зависит от климата и типа вашей кожи. То есть индивидуально абсолютно. Вот так, что скажу. В комбинированной коже, во влажном турецком климате, вот это подходит. Неплохо держится. И у него хорошее перекрытие, очень нежный, приятный цвет. Я им и зимой, и летом пользуюсь. Все всегда подстраивается под оттенок. Ну и открыла очередную тушь от Lancome. Гипноз-драма, моя любимая. Теланок 0,1, черный. Пользуюсь с удовольствием всех времен и народов. Тушь моя самая любимая. Здесь уже лет больше 10 лет, наверное, лет 13. Я этим тушами пользуюсь. И мне нравится, что не меняется формула. Все остается, как и было. Моя любовь. Благодарна Lancome. Пусть дальше и производится. Наверное, мне кажется, это у них самый топовый продаваемый продукт вообще в декоративке от Lancome. И еще немножко о декоративке закончим. У меня есть от фирмы Love Generation. Те же карандаши для бровей, которые были. Nirvana Matte. Liquid Eyeshadow. Жидкие матовые тени для глаз. Вот такой крутой холодный, землистый оттенок. Я это купила. Поразвлекается интересно. Чисто вот из оттенка. Что такое трудно найти где-то, да? Вот смотрите, какой он холодный, потрясающий. Я вообще думаю, эту историю использовать в помадах, в холодном макияже. Что касаемо... Чуково касаемо. Помните, как этот... Как ее? Забыла, как его зовут. Стас просто класс, да? Чуково касаемо чего-то там, да? Вот смотрите, что касаемо этих теней. Если мы берем их только на подвижное все веко, да, наносить. И они очень хорошо застывают. Они стойкие, не скатываются. Это плюс. Это, я напомню, бюджетная косметика. Очень приятная, красивая упаковка. Но однозначно их нужно растушевывать какими-то другими тенями в кожу. Разносить, потому что это будут только жесткие какие-то, да, полоски. И следующее, если не растушевать, это есть вариант. Я брала синтетическую кисть для жидких текстур. И пыталась втушевать само средство без дополнительных теней любых. Получается синяк. Он не пятнит. Они хорошие, плотные, не полосят. Стойкие, скажу, не скатываются. Но разнести, растушевать самостоятельно, как один продукт, втушевать в кожу, очень трудно. Я бы сказала, пока что мне это даже не получилось. Но я, блин, не профан в макияже, скажу так. На руки не отзываются. Я много чего могу в макияже делать, там, и всякое такое. Но у меня не получилось. Но у меня получается синяк. Поэтому 100%, видимо, что такой оттенок очень плотный, пигментированный. Его однозначно втушевывать в кожу нужно с каким-либо другим оттенком тени. Вот, смотрите. Я начинаю втушевывать. Вот. Это прекрасно видно. Видите? Все равно получается синяк. И у нас что? Он, кстати, мягкий, очень шелковистый. Вот, смотрите, я растушевываю. И это синяк. Видите? Соответственно, чтобы вот эти края зашли больше в кожу, здесь только поможет другой оттенок каких-либо теней. С оттенком других теней классно, хорошо. Вот, скажу, держится очень матовая, смотрите, классный оттенок, зимнистый. Короче, очень редкий оттенок, нужный очень многим, кто макияж... Не на повсеневку, конечно, кто макияж любит, косметика играет здесь. Я рекомендую вот эту штучку заиметь. Но насколько нужна... Ну, оттенок, кстати, 0,1 у меня. Creamy Care написано, 0,1. Посмотрите, оцените, нужен он или нет. Но средства бюджетные, не жалко, будут деньги потратить. И с ним надо уметь работать. Так что только с растушевкой, каким-либо другим средством, другими тенями. А так, он классный, как подложка. У меня очень есть палетка Наташи Динона, я не помню, как называется, но повсеневка Ньют Пеллет, вроде бы, да, она. Там очень много шиммеров различных, вот таких, вот такой серая холодная палетка. И это очень хорошая база для вот этих шиммеров. Они как бы сами по себе не яркие, а вот на этой подложке шиммеры раскрываются очень круто. Это для меня хорошее средство для смоки легкого, смоки не темного, не прям коричневого, плотного, а для легкого, дымчатого такого смоки макияжа, даже скажу, повседневного, легкого. Это классная база от шиммеры для смоки. Супер. Начнем с того, что я тестила, нюхала, я купила от Леванты себе. Здесь у меня мемо Мадурай, 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 наверное, правильно ставлю ударение, где еще его поставить. Киллиан Санкисет Гаддес и Рожадав Нува. Нува, это от моей подписчицы рекомендация. Спасибо вам большое, Витя, мало я использовала. Если мы берем дом парфюмерии, для меня фаворитов два по качеству парфюмов. Это Рожа, они супер шлейфовые, стойкие, с дорогими, крутыми компонентами и маслами используют. Это дорогой, приятно пахнущий, крутой парфюм. Второе, до сих пор, может это уже пошлятина, попса, это для меня до сих пор остаются Амуаж. Они мне тоже нравятся. Амуаж для меня по рейсингу на ступеньку ниже. Первое место Рожа по качеству, второе Амуаж, а потом уже дальше всякая водичка, простота типа Киллиана, всякое вот этого всего идет дальше. High Fragrancy тоже хорошее, тоже классное, но еще на третьем, назовем так, месте, после Рожа и после Амуажа и High Fragrancy. Тоже хорошая парфюма. Именно качество их исполнения, шлейфовость и так далее. Но они такие попроще ароматики, не супер-мега-сложные. Короче говоря, про Рожа что скажу? К сожалению, я очень сейчас, кто может подскажет, у меня любимый Рожа Enigma. И если кто скажет, что мне что-то еще такое у Рожа может понравиться, напишите, пожалуйста, 108 в комментариях. Попробую, понюхаю, потыщу, обязательно послушаю. Он, во-первых, на зиму в Турции, на вот эту влажную погоду. В сухом климате он по-другому раскрывается. Здесь он мне сейчас какой-то немножко плесенью отдает. Ну, в хорошем смысле, да, дорогой плесенью. За какие-то деньги дорогая плесень выходит. И у него пудровость. Он раскрывается пудрой. А одно, что я вообще ни под каким предлогом не могу в парфюмерии, это мох и пудра. Но мох еще как-то с какими-то другими переливами, скажем, с сочетаниями могу воспринимать. Зеленые легкие, там подальше у нас будет парфюм такой. Но вот что касаемо пудры, пудра меня душит. Я хочу хоть чем пудровую парфюму не маю. Почему-то здесь я слышу пудру, поэтому мне это не очень подошло. Иногда добью, скорее всего, конечно. Я хочу оставить на холодную зиму, турецкую холодную, плюс 10, на влажную погоду зимнюю. Посмотрим, как раскроется. Может быть, он меня заинтересует. Я не буду слышать пудру летом. В любых парфюмах, если есть пудра, она более экстра раскрывается глубиной. Я ее везде сразу чувствую. Поэтому многие парфюмы я летом не использую, которые зимой мне подходят. Но я присмотрюсь, приторможу до зимы и там его пораспробую еще потащу. Дальше. Килья. Да, короче, попсовая водичка, легкая ванилька. Напомню, что это Санкис Эдгадус. Знаете, что прикольного там парфюма? Здесь действительно есть нотки, когда как пахнет твоя кожа после загара. Это действительно так и есть. Это летняя повседневка. Я реально ее хочу использовать. Я использую, здесь уже половины нет. Когда я иду на пляж? На одежду, на волосы в основном. Да. На каждый день я не куплю большой флакон. Я считаю, что компоненты и именно вот этот парфюм от Кильян. Своих денег, своей цены не стоит. Это проходной, обычный. Это выше, чем масс-маркет люкс. Ну, который масс-маркет для меня. Это люкс, который там Толь Чегавана всякий, Сан Лоран. Вот это вся парфюмерия. Не нишевая парфюмерия в магазинах простых. Вот это на нотку выше на голову, чем вот эта вся обычная продукция в магазинах парфюмированных. Но это не дотягивает 100% до звания, скажем так, ордена, медальку на грудь. Не дотягивает до нишевой парфюмерии. Это простецкое. Что-то нет супер шлейфа дорогого. И я считаю, что Кильяна ценник за выше. Ну, так скажу вам. Прикольно, да? Такая мыльная, приятная ванильная водичка. Интересная. Ну, слишком просто, не круто как-то. Ничего особенного. Не запомнится. И далее Мемо Мадуро. Я думаю, что я его, возможно, приобрету. Уже столько использована. Потому что я на него смотрю уже. Прошлое лето я его вообще попробовала. Сейчас я решила продолжить. Здесь есть мои нотки. Здесь есть какая-то смородина, листочки, белые цветы, ягодки. Это ванильно-сладко. Но не ванилька, дешманская ванильный сахар, как вот в Кильяне. А это дорогое уже. Вот Мемо, их дом парфюмированный. У них уже на голову это выше, чем Кильян. Вот кто выбирает, хочет что-то для себя новое, я вам советую, присмотритесь, понюхайте парфюмированный мемо. У меня уже были, у меня была французская кожа, еще там что-то было, уже не помню название. В общем, я подумываю приобрести полный размер. Мне он нравится. У меня и на зиму, и на лето будет. Здесь есть свое очарование, дороговизна, шлейф, естественно. Это не дешевая сладкость, сладковиночка, ванильечка. Вот это не фруктовый сладкий ванильный коктейль, как у всяких ароматов, которые в масс-маркете, ну, обычно продаются в магазинах. Это уже нишевая парфюмерия. Вот Кильян нет, а вот это, да, Мемо, так что присмотритесь. И в итоге, что же я приобрела? Нечто интересное, новое и необычное, как для себя, так и для других. Это Essential Parfums бренд. Это Pachulimania, но в переиздании, в последнем ее издании от Fabrice Pellin. Здесь у нас 100 миллилитров. Это на зиму, на холодную погоду здесь Pachulimania. Но они такие завораживающие Pachulimania, согревающие, теплые, ощущение какого-то арома. То есть это концентрат Pachulimania, ощущение какого-то алкоголя, дорогого, дрома, какого-то виски хорошего, шикарного, выдержанного. Но там нет, не заявлено, это сразу говорит, и Pachulim такой оттеночек дает. И это травянистый, можно сказать, что здесь травки Pachulimania. Но при этом этот парфюм согревающий, алкогольный и не супер навязчивый. То есть на зиму согревающий, холодную погоду, он круто раскроется. Я тогда в этот момент отступаю от алкоголя. Я чувствую только Pachulimania, мне нравится. Это унисекс, это для мужчин и для женщин. Я приобретала и себе, и мужа, думала, он тоже будет пользоваться. У меня вообще не гурман ни разу в парфюмерии. Он 15 лет уже, наверное, пользуется одним и тем же парфюмом. Меньше чуть-чуть, наверное, 15 лет практически я ему этот парфюм нашла. Он его не поменял за все эти годы. Я покупала другие, пробовала. Никаких реакций. Вот одно он выбрал, он дакватический, такие ледкие, морские, всякое такое. Вот это для него просто душит убийственно. Хотя вроде Pachulim. Для мужчины это даже легковатый такой парфюм. Он, конечно, более мужской, женский. Для женщин-гурманов и просто для мужчин я бы это назвала. Но в чем прикол? Это не очень дорогой парфюм. У него приемлемая стоимость. Но при этом у него очень крутой шлейф. Он очень дорого пахнет. Когда я им... Сначала у меня был тестер, он маленький формат, да? И он случайно мне попал, мне его подарили. И я им пользовалась. И мне многие люди спрашивали, чем это от тебя пахнет. Я поняла, что это очень резко для некоторых. Это не всем нравится, но у всех был вопрос. Как бы не было ни у кого сомнение, что это что-то очень дорогое. Что это такое? У меня даже люди, которые шалят в парфюмере, с кем я встречалась с друзьями, у меня спрашивали, слушай, что такое интересное? Я такое не помню. Это там не всякие попсовые кили, а муаши даже, да? Распространенные. Вот, смотрите, это не очень дорого. Очень. Для своей цены это очень круто. Вот это находочка из разряда масс-маркета, который продается в золотом яблоке, например. Но по составу, по шлейфу, по ощущениям, это нечто на голову выше, как будто бы это стоит в 2-3 раза дороже. Вот так вам скажу. Присмотритесь именно к Essential Parfums. У них хорошие составы, хорошие масла используют. Мне понравилось. Может, вы не именно почули найдете. Там много разных они монотонные. Знаете, о чем они берут? Вот этой шлейфовостью и своей монотонностью. Они не намешивают много всякой фигни сладкой, неприятной от этого всего коктейльчика. Они делают монохороший, тяжелый или такой, знаете, ноский парфюм. Вот ты пшикнул условно, да, нанес. Ты знаешь, что это. Так запоминается очень хорошая нишевая парфюмерия. Чем она и нишевая? Она однокомпонентная. Как можно меньше кажется по ощущениям. Там очень много намешано, но по факту тебе кажется, что это какой-то монопарфюм, монозапах. Вот это та история. Но для этого нужна хорошая база масла и так далее, чтобы такое сделать. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте комментарии под видео. Лайки ставьте. Что вы этим пользуетесь, что нравится, что не нравится. Вы что-то новенькое мне посоветуете. Про парфюмы рожа буду тоже признательна. Спасибо за ваше внимание. До встречи на следующих видео. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.